Приветствую вас. Вы задали свой вопрос в раздел «Психология», поэтому я отвечу вам именно с точки зрения психологии на то, что вы написали. Соответственно, если вам нужен ответ именно «Эзотерика», то рекомендую вам именно туда и обратиться в соседний раздел «Эзотерики». Он находится буквально под «Психологией», то есть «Психология» идет самая верхняя, а после нее сразу идет «Эзотерика». Вот. Давайте разбираться. Что меня ждет с моим парнем? Пишите вы. Значит, ну, во-первых, у вас разница в возрасте почти 10 лет, что говорит о том, что ваши отношения не совсем здоровые. То есть кто-то кого-то воспринимает, ну, я бы сказал, чересчур значимо для личных отношений, скажем так. Вот. Потому что, когда между партнерами такая разница, это всегда история про отца. Ну, про родителя. Я не знаю, конечно, может быть, может быть, все-таки отношения инициировали не вы, а он. Вот. Может быть. Но, тем не менее, тем не менее, разница в 10 лет не может не заставить задуматься на самом деле. Да? То есть, чем она продиктована? Разница в 10 лет. Кому она это разница в 10 лет вообще? Вообще нужна, выгодна и так далее. Да? Чем обусловлен лично ваш выбор этого молодого человека и так далее. Надеюсь, понятно, о чем идет речь. Далее. Вы спрашиваете, что ждет меня молодым человеком. Вот то, что вас ждет молодым человеком, зависит только от вас. Причем напрямую. То есть, если вы будете и дальше вести себя так же, как вели, то, скорее всего, орющего ничего у вас не получится. Вот. Так что, исходя из своих желаний, исходя из перспектив и исходя из анализа ваших отношений, которые надо бы сделать, вот, уже можно будет говорить о том, что вас ждет. Вот. Вы говорите, поругались сильно. Понимаете, какая история здесь? Когда кто-то, ну вот, человек, да, говорит, что поругались сильно. Говорит, мы поругались, да? То есть, не я, а мы. Не я поругалась, а мы поругались. Вот. Вот когда ситуация так выглядит, всегда есть перекос небольшой ответственности именно в том плане, что, говоря мы, вы убираете я. И говоря мы, вы принижаете себя. Вы принижаете себя, свою, например, собственную значимость, но вместе с тем и свою ответственность за то, что происходит с вами, за то, что имеет место быть, за свою половину вклада в то, что ссора произошла. Поэтому, 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 нужно, а, впервые определить, из-за чего поссорились именно вы. Вы поссорились, из-за чего конкретно. Это, это, пожалуй, самое важное. То есть, не молодой человек, у которого есть свои какие-то мотивы, свои цели, свои стремления там и так далее. Нет. И вот определить, а, из-за чего поссорились конкретно вы, и являются вашей основной задачей. А, потому что, без этого, ну, без этого невозможно. Абсолютно, а, как-то выстраивать свое поведение. Да? Вот. Дальше. Он упрямый, я тоже. А, ну, понимаете, упрямство. То есть, говоря, иными словами, принципиальность. Да? А, никому ничего хорошего еще не сделало. Упрямство только вредит. Упрямство, по факту, есть лишь вред, который оно наносит человеку. Понимаете? То есть, нужно здесь определиться, вы либо ходите с человеком мириться, и тогда вы идете на примирение первое. Ну, просто потому что, вам это, например, нужно. Да? Просто потому что, вы этого, например, хотите. Или вы не идете на примирение. Ну, потому что, считайте, что не должны этого делать. Ну, именно вы не должны этого делать. То есть, здесь, по факту, да, все зависит от вас. Он упрямый, это его право, это его дело, это его жизнь, это его выбор. А вы? Понимаете? Для вас что важнее? Вот исходя из этого, и нужно выстраивать свою модель поведения. Вы говорите, никто не идет на контакт. Опять же, что значит никто, причем здесь не кто-то. Речь идет только про вас. То есть, вы сами для себя чего хотите-то и как хотите. Причем здесь кто-то? Причем здесь идет кто-то на контакт, не идет кто-то на контакт. Какая разница? Вы думаете о другом человеке? Зачем? Вот именно в данном аспекте. Вам нужно думать на самом деле о себе, что я могу сделать в этой ситуации, а не о другом ком-то. Вот. То есть, определите с тем, что важно для вас. Определите с этим. И тогда уже вам будет гораздо легче. Вы будете гораздо яснее понимать ситуацию. Она не будет, вероятно, для вас такой вот противоречивой, как сейчас. Противоречие возникает тогда, когда вы берете на себя больше ответственности, чем можете реально справиться. И говоря о большем количестве ответственности, я имею в виду, конечно, столько то, что вы говорите, вот мы, там, вот это все, что вы говорите. Нет, мы. Есть я и он. Есть мои чувства и его чувства. Есть мое поведение и его поведение. Есть мои желания и есть его желания. То есть, старайтесь разграничивать вот эти, вот эти моменты. Старайтесь разграничивать вот эти вот аспекты. И тогда вам будет гораздо легче. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.